Девушки отдыхают Это очень распространенная привычка Уж как она выработалась, не важно Но то, что есть перед сном Хочется, это факт Хочется и всегда Я тебе хочу сказать, что мы с мужем два года Единственный прием пищи, который был полноценный Это часов в 11 вечера собраться И доесть все то, что кто-то не успел от нас спрятать Но я расскажу, как справиться с желанием Подъедать до бесконечности Причиной этого голода, кстати, может являться Просто, что мы не наедаемся Мы нехорошо поужинали и едим не то, что нужно На бочках откладывается жирок И потом видно, кто кусочничает по ночам, кто нет Тебе вот не видно, кстати, предательски А вот просто я специальную юбку такую одеваю Чтобы было незаметно На самом деле, даже диетологи Света Фуснаша тоже говорит Покушать перед сном можно Но не нужно то, что нам так хочется Тортик, жирная жареная курочка Этого нельзя Зато можно есть то рагу с чили, которое сегодня мы будем готовить В составе чечевица и фасоль В составе чечевицы и фасоли Есть растительный белок Который не отложится на бочках Еще и потому, что насыщает организм необходимыми веществами Например, клетчаткой и крахмалом Крахмал, кстати, образуется в организме в аминокислоты Которая трансформируется в тот самый белок Который утоляет ненавистный нам голод Ого, как ты теоретически подготовилась На самом деле, мне и готовиться особо не пришлось Так как я тщательно слежу за своим питанием Особенно в последнее время Для меня это стало важным Ведь, Надюша, как ты знаешь, камера добавляет Несколько лишних килограмм Поэтому нужно держать себе в руках И больше никаких булочек на ночь Нам понадобится растительное масло Репчатый лук Сладкий перец Перчик чили Чеснок Овощной бульон Лимонный сок Чечевица Помидоры Фасоль И специи пряности Кумин и кориандр В этом овощном рагу мы будем сочетать Чечевицу и фасоль? Да Как интересно Ну, начинаем с перца Я предложу тебе эту работу Нарезать его красивыми кубиками Аккуратненькими А я пока измельчу лук Чтобы измельчить лук Я предлагаю воспользоваться блендером Потому что тогда это точно будет без слез Без слез и пальцы потом пахнут Не будут луком, правда? Благодаря острым лезвиям из нержавеющей стали Блендер быстро справится с работой С помощью кнопки переключения скорости Мы можем регулировать, насколько быстро все это произойдет А самое главное Мы измельчим лук абсолютно без слез Вот лук у нас готов Нарезан Перцы у тебя очень красивые Я предлагаю лук, кстати, накрыть Чтобы все-таки ароматические всякие вещества выходят Слезы катятся, как могут Да, паров меньше Теперь давай помидоры порежем Поделимся? Да Помидоры тоже будем резать кубиками Как у тебя появился такой рецепт? А, рецепт появился очень интересным способом Он и из Мексики, и из Америки В то время, когда мы с Димой жили там Мы успели попутешествовать и побывали в Мексике Там с таким удовольствием ели местную кухню Просто масса восторга какого-то Они едят очень мало мяса, должна тебе сказать Они очень многое замещают овощами Которые пряные И кушать особенно не хочется даже То есть наедаешься овощами Но в то же время, если вот говорить о блюде Которое можно на ночь есть То не должно быть ощущения тяжести Не возникает оно? Все-таки есть и фасоль, и чечевица Не возникает Вот стоит попробовать это блюдо съесть хотя бы один раз Просто будет совершенно очевидно Что, конечно, его не стоит есть сразу перед сном Хотя бы часа за два И полкастрюли не надо сразу есть И пол ведра тоже, наверное, слишком Слишком, да, как иногда хочется Впервые попробовала это блюдо в ресторане Мне рассказал этот рецепт шеф-повар Как всегда Потому что я не могу не познакомиться с тем человеком Который вкусно готовит Который с душой как-то это делает Я начала нахваливать И он рассказал мне несколько секретов Без которых приготовление этого блюда было бы невозможно К первому секрету приступим прямо сейчас И это перец чили Которого, кстати, все очень боятся Потому что считают его острым, опасным И говорят, что когда режешь, руки будут жечь Ну да А есть секрет, на самом деле И на этом мне научил мексиканский шеф-повар Пальцы и руки нужно обмакнуть в растительное масло Да Вот капельку смочу Какой замечательный секрет Вот смотри, и тут как бы не жадничать на самом деле Потому что там, где останется соприкосновение с перцем чили Отрезаем ему попу Этому перцу чили Надюш, я пока буду перец нарезать Ты нарезаешь чеснок? С удовольствием Перец нарезаю продольно Вот так вот пополам Конечно, мексиканская кухня острая Это блюдо тоже будет острым? Это блюдо будет относительно острым Оно будет скорее пряным, Надюша Семечки мы удаляем, потому что все зло этого перца находится именно в них Они нам ни к чему А вот если детям давать это блюдо Я думаю, можно вообще тогда без острого перца Овощи-то полезные? Можно, хотя я ребенку даю острое Все-таки в этом есть тоже своя польза Если ребенок не болеет ни гастритом, ни чем, в общем-то, таким неприятным Почему нет? Это развивает вкусовые рецепты Ну, Ваня же тоже жил в Нью-Йорке И тоже питался в том ресторане Но сейчас, когда вы уже вернулись в Украину всей семьей И Ванечка ходит в школу здесь Он не скучает по Америке? Он скучает по времени свободному Знаешь, потому что там все-таки, на самом деле, мы гораздо больше времени проводили с семьей Когда встречались Здесь график другой Мы меньше видимся Ну, ему здесь комфортнее, как и мне, как и мужу, собственно говоря Всем нам здесь лучше и приятнее, да Я поставлю сотейник на огонь, для того, чтобы он уже разогревался То есть мы будем готовить рагу прямо в кастрюльке или в сотейнике, да? Абсолютно верно Конечно, есть у меня одно сомнение по поводу этого блюда Хоть я и люблю бобовые Но вот представь, на ужин нужно приготовить чили, овощную рагу А фасоль полдня варить Настоящая хозяйка, ты-то знаешь, да, что фасоль, с ней быстро дел не делается никаких Я фасоль замачивала эту на ночь, на 9 часов Предварительно она была замочена Но я открою сегодня секрет, который позволит Вот хочешь приготовить сейчас на сейчас, можешь Можно с фасолью справиться, очень хитрым способом Отлично Мы с тобой в наш сотейник опускаем все овощи, кроме помидоров Начнем с лука Отправляем лук в кастрюльку на огонь Только следим за тем, чтобы он не пригорал Перец Туда же перец чили И чуть-чуть размешаю Боже мой, тут запахи уже такие пошли, Надюша Сейчас дадим ему чуть-чуть схватиться Несколько минут это блюдо уже поджарилось, потушилось Возвращаюсь к чесноку И размешаем Обжариваем буквально 2-3 минуты до мягкости Никакая корочка румяная вам здесь не нужна Я с нетерпением жду, когда это блюдо будет готово Потому что, во-первых, я обожаю овощи Во-вторых, я люблю острое В-третьих, мне нравится фасоль Ну, в общем, это вот просто для меня На все случаи жизни блюдо Пока обжариваются овощи, я предлагаю по чашечке кофе выпить С удовольствием Угощайся, пожалуйста Ой, спасибо Как приятно за чашкой ароматного кофе узнать рецепты новых вкуснейших блюд Нескафе Классик Все начинается с Нескафе Скажи, пожалуйста, будучи в Америке, что ты подчеркнула из быта, а особенно из поведения женщин тамошних? Ты знаешь, я всегда так осуждала, когда люди попадают, например, в супермаркет, в магазин или на рынок Когда они нагребают, я по-другому не могу сказать Какие-то безумные тележки, огромные объемы еды Мне никогда было непонятно, зачем покупать так много Но я когда побывала дома у нескольких приятельниц, у мам вонюшиных одноклассников и одноклассниц Я посмотрела, что они делают с едой Как они здорово ее могут расфасовать, что-то заморозить, что-то приготовить заранее Это абсолютно как-то смотрится нормально И потом очень удобно в быту Если ты работаешь, если ты спешишь Ты можешь себе иногда позволить, чтобы впрок что-то было заготовлено Тот же бульон, например Заранее сделать тесто на печенье То есть такой прекрасный подход, когда организовываешь свой быт для того, чтобы потом было больше свободного времени Абсолютно верно, который потом с детьми можно провести Они говорят, мама занята, моют посуду, не подходите, не трогайте меня Я опять пошла в магазин Да Сейчас добавляем лимонный сок Вот прям сюда И бульон овощной Кстати, сочетание перца чили и лимона традиционно мексиканский вкус Очень вкусный такой, знаешь, насыщенный Вот вам тут и кислота, и горечь Размешаю немножечко, чтобы все прониклось этим божественным ароматом Смотри, сейчас больше похоже на суп, но мы ведь еще забросим туда ингредиенты, которые будут впитывать в себя воду Бульона можно налить гораздо меньше, чтобы есть не суп, а все-таки какой-то, условно говоря, рагу по-нашему Вот если не хочется возиться с фасолью, не успела, забыла, что угодно Есть секрет, который позволит использовать ее в приготовлении сразу Мы берем фасоль, заливаем ее холодной водой Кипятим ее в течение трех минут Она закипела, накрыли крышкой, дали ей полностью остыть Потом воду, вот этот бульон фасолевый, мы обязательно сливаем Потом снова заливаем водой и варим еще час То есть смотри, так 8-9 часов нужно замачивать, а так буквально полтора часа и все готово Теперь добавляем фасоль Добавляем чечевицу Размешаем эту красоту Добавляем все пряности, но кроме соли Отправляем сюда и кориандр, и кумин И размешаем И смотри, у нас ведь остались еще помидоры, давай их тоже туда отправим Так, а теперь пусть все кипит в течение 20 минут А потом мы продолжим приготовление овощного рагу чили Как аппетитно! Смотри, как оно булькает, и оно стало гораздо более густым, чем было У нас уже готово все? Практически готово А ты помнишь, что мы с тобой не солили? Это еще один секрет Для того, чтобы не замедлить процесс приготовления фасоли, солить ее нужно в самом конце Если посолим сразу, она просто скукожится у нас и будет не принимать в себя воду Ну что, посолим Кстати, рецепт настолько вкусный и универсальный, что рагу можно приготовить заранее, законсервировать И просто оставить его на потом Для этого пол-литровую банку рагу Достаточно добавить 50-70 грамм растительного масла и прокипятить рагу в течение 10 минут Затем закатываем в банку и все, наслаждаемся потом Вот и готова вкуснейшая домашняя консервация Я говорю вкуснейшая, потому что я верю в то, что это очень вкусно Давай попробуем, а я пока напомню, как мы готовили чили Возьмите болгарский перец, перец чили, лук, чеснок, овощной бульон, лимонный сок, чечевицу, помидоры, фасоль, растительное масло, кумин, кориандр, соль Овощи нарезать Обжарить на растительном масле лук, болгарский перец и перец чили до мягкости Добавить чеснок и готовить еще 2-3 минуты Затем влить бульон, добавить лимонный сок, довести до кипения Положить чечевицу, фасоль и помидоры Снова довести до кипения и тушить около 20 минут В конце добавить специи и посолить по вкусу Попробуем? Очевидно, что это блюдо сытное и в то же время легкое овощное Ой, как пахнет! Очень вкусно и остренько, правда? Угу Ну, согласитесь, если ты съешь такую тарелку, подъедать не захочется Абсолютно, сытно, легко, оригинально Я тебе благодарна за этот рецепт, который всем нам поможет И вкусно питаться, и не поправляться Браво! Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!